помните я зимой гонял прицеп прицеп мобильную церковь с я зайду в ковров по запчастям для прицепа енот да чё-то я где-то лопухнулся лежат несметные сокровища супер-супер и в одном из таких гаражей мы нашли это ссср начало 90-х мотоциклы все запчасти цепи амортизаторы звездочки поршневые сделано в ссср внимание для мотоциклов забираем едем домой сегодня в селе ивановка владимирской области ковровский район это буквально 5 километров от трассы м7 и это практически центр центр этого села чуть дальше станция железнодорожная там даже люди на перроне стоят я видел вот здесь вот справа смотрю какое-то озеро присутствует здесь вот прямо стоит обелиск памятник воинам павшим во время второй мировой войны магазин а администрация магазин и вот церковь приход приход как красотища помните я зимой гонял прицеп прицеп мобильную церковь и вот мы немножко неправильно сделали дышло потом когда после цинка мы это дышло привезли и вообще все привезли мы его немножко переделывали переваривали ну и соответственно отогнал я его в зиму батюшка зимой попытался несколько раз прокатиться на нем по москве и получилось так что все дышло нафиг заржавела потому что она была без цинка так а что это такой пруд церковных приходской мне кажется да возможно возможно кстати вот там а крестом сделано купель возможно здесь зимой купаются но почему-то все коричневое серое ну ладно ну так вот мы договорились что батюшка из москвы передаст мне задышло на доработку и вот он смог привести к в этот приход где-то напал путь полпути до москвы мне как бы ближе ему удобно было на вас снял привез мы договорились что я здесь его заберу сейчас сейчас приедет батюшка отец настоятель этого прихода и не даст нам дышло где-то здесь дышло должно быть давайте сходим пока кабачка едет сходим пока на церковный пруд да вот так вот он выглядит так вот какой-то правда коричневый весь странно коричневый ну ладно один раз окунуться зимой я думаю можно так вот выглядит приход приезжал это два крыла и дышло повороты все закреплено сейчас едем город ковров кстати я не хочу сразу ехать домой потому что мне так не принято чтобы за 200 километров уехать и быстренько домой пустым сейчас я заеду в ковров там продаются запчасти для прицепа енот коврове делали еноты ребята когда-нибудь я забабаху и на эту тему видео обзор на есть идея купить прицепы енот нулевый или стоящий где-то в гараже или разобранной но новый рассказать как он сохранился как из чего он сделал потому что там есть оригинальные детали это все советское прицепостроение я так понимаю военные отрасли их делала военный завод ковровский что вперед блин ребята засада какая-то прям я думал что у меня товарищ продавец по запчастям для прицепа енот находится в коврове а он находится во владимире я подъезжаю коврова ему звоню давай адрес я вообще-то во владимире нахожусь да чё-то я где-то лопухнулся в общем я сейчас разворачиваюсь вот уже выезжая на m7 и и поворачиваю на сторону владимира владимир этот километров 40 50 ну а чудил не домой же ехать поэтому буду добивать этот вопрос сегодня следите будет интересно наконец-то приехал во владимир сейчас и где-то здесь наверное в одном из этих вот гаражей которые зависит лежат несметные сокровища богатство старинные ссср если удастся снять сейчас попробуем это сделать сейчас ждем хозяина нужно приехать возможно я здесь что-то куплю для прицепчиков смотрим гаражи смотрите ребята а супер супер и в одном из таких гаражей мы нашли это это настоящий клондайк супер с ссср начало 90-х прицепы енот все запчасти восходы супер вообще супер последние последние запчасти последняя распродажа больше этого здесь не будет уже скоро так что спешите видеть ого от чего это все это восход это новые запчасти цепи амортизаторы звездочки поршневые да а какие восходы как какие модели 3 м в основном до боли смотрите вал вы а вы раньше занимались этим да смотрите аптечка для ремонта пневматических шин сделано в ссср где 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 ящики ого ящики аптечек из ссср да а интересно что там внутри можно открыть там клей внутри инструкция и больше ничего нет а наверное должна быть еще резина какая-нибудь да то есть что-то осталось что-то сохранилось и я так понимаю эта аптечка стоит 500 рублей круто что покупают а коллекционеры беру да у вас специальный коллекционный гараж а вот набор да вот заплатки золотничок клей да все шикарно слушать а это и что у нас бензобаки до крылья это в тоже восхода ух ты здорово так а давайте еще посмотрим сидение до сидушечки а движков нету кончились значит крышки бензобаков какие-то сделано в ссср смотрите полторы тысячи рублей это какой-то реле да или коммутатор управления ухта вас номерные знаки есть да завалявшийся да с прицепа так он продается или нет нет ну для коллекционера цена вопроса можно посмотреть да слушайте это это от прицепа ребята давайте посмотрим от какого да интересно может тут еще что то есть ну-ка 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 внимание для мотоциклов класс это по моему мотоциклетный нет вот этот я не помню 0 937 ватт по моему да или в д а вот мотоблок здесь и вот этот гараж был раньше забит битку так а мотоциклов не осталось новых у вас мопедов каких-нибудь да понял 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 баки тоже тут новые всякие есть да слушай а вот у меня когда-то был восход 2м по моему есть такое забывает вот это вот все запчасти на него да я как раз испытывал такие трудности но это давно было в детстве в далеком а тут оказывается до сих пор все и 2019 год на дворе у вас все осталось да можно собирать но это в общем если кому-то надо будет я дам телефон до если успеет купить да у вас активно все покупать я так понимаю и коллекционеры кто восстанавливают да эти вещи все уже продали какой интересный интересный одна свечка движок зид 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 с номером зид зид с номером интересная штука сейчас узнаем вот это мне нравится движочек узнаем сколько он стоит вот этот движочек новенький да я так понимаю сколько он стоит сколько он стоит 15000 рублей да а такой год выпускаем не помните и все закончили выпускать уже до полностью у вас нет ножек тормоза к любому мотоцикла в принципе теоретически подойдет так это не прицепнее случайно это мотоцикле и но здесь да все так а это у нас что такое это к мотоциклу крепится да вот это тоже енот написано 2500 рублей вот такая штучка стоит по новину обычные по моему это вы хотите сказать это для чисто для енота делалось до какого-то автомобиля же господи да и тент у вас есть для енота да я так понимаю резиновый коврик наверное это камера тоже для него же да так все вот этот дуги да к нему но ремнеет уже не от него что-то другое ух ты какой бензобак от чего это бензобак интересно почему и крайне крайне к нему наверно тоже ездят за отдельную цену понятно ну могу тогда подарить подарю подарить за 300 понял так ну что так сказать а мы енота не найдем больше нигде вообще вы не поможете найти эти запчасти у вас последние больше не будет и да а вот эти цепушки новые а как они зацепляются вообще как фиксируются потому что непонятно вот 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 это да вынули и просто выкручивается и пошел он выкручивать а это просто его дед сейчас вынули он туда уже маяц и закручивать так как его ставить на дышу на механизм участие даже на является он и закрепляется ну его нужно закрутить а потом ставить какой-то шплин да вот за контролем так закрутится в общем их выпуск уже закончен прекращенный я уже нигде наверно выка не найду да на ух нету конечно вряд ли же то есть забирать это хозяйство что круто вообще мне нравится а по прицепу инструкции никакой не осталось книжки руководства по эксплуатации если только там где-то да не их все выбрали стал вопрос сможем ли мы подцепить моему фаркопу так ребята я чтобы не уезжать с пустыми руками решил все-таки сделать закупки а значит последние последние сцепные устройства и нотовские у меня денег хватило только на две штуки пока всего их пять они расходятся развиваются как пирожки как говорит человек который продает значит и покупаю подвеску подвеску правда у него вот этот резиновый жгутовая на или торсионная я посмотрю потом стал остались только бы уж на и новые все раскупили но я возьму возьму вот такой набор комплект это вот старое колесо я взял себе два новых колеса это единственный остались новые колеса у человека от прицепа енот значит два две подвески вот этих и две головки вот наборчики беру попробую или прицепчик из них сделать или потом разберут эту штуку посмотрю как она устроена мне просто очень интересно как делали раньше так что берем все ребята я кажется все это купил сумма оказалась немалая а даже очень большая для такого хлама и дерьма как многие скажут да кто не понимает не соображать да 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 но но мне продавец дал новую проводку она правда запыленная немножко от прицепа енот все настоящая оригинальная ну такой этот бонус комплимент спасибо спасибо все забираем едем домой на этот раз с покупками возвращаемся мешок